Давайте продолжим наше занятие практической частью. В этом ноутбуке мы рассмотрим области видимости и функцию. Итак, какие области видимости есть в Python? Есть локальные области видимости, глобальные области видимости и нелокальные области видимости. Давайте рассмотрим функцию foo с параметрами a и b, которая просто печатает нам число x и печатает нам число z. Что же будет при выполнении этой функции? Будет ошибка nameError. Чтобы избежать nameError, нам нужно определить z. Где мы можем это сделать? Мы можем определить z прямо в теле программы. Как видите, ошибка устранилась. Также мы можем определить z прямо в функции foo. Как видите, ошибка не возникает. В первом случае, то есть в случае, когда мы определяем z в теле программы, вот здесь вот под x, это будет называться глобальной переменной. В случае, когда z определяется в foo, это будет локальной переменной. Ошибка nameError также возникнет, когда мы попытаемся получить доступ к переменной, которая находится в функции foo. Мы не можем получить в теле программы доступ к переменам, которые используются в функциях. Давайте напишем функцию, которая просто выведет число x. Как вы думаете, какой может быть результат? Давайте запустим. Как видите, сначала выводится число 100, потом выводится число 1. Почему так происходит? Потому что в foo объявлен x, равный 100. И, соответственно, этот x в этой области видимости мы и печатаем. А дальше у нас есть x, который объявлен уже в другой области видимости, то есть единица. И эту единицу мы как раз-таки видим. Еще пример. На этот раз про глобальные переменные. x определен вне функции и является глобальной переменной. Но при этом мы можем его напечатать в функции foo. Можем ли мы использовать глобальные переменные внутри функции? Можем, просто используя ключевое слово global. Немножко про области non-local. Non-local — это особенность Python 3. Я не буду застрять на это внимание, потому что никогда, если честно, не приходилось сталкиваться с non-local в практическом использовании. Но бытливые умы могут сами изучить этот момент. Вот тут написаны некоторые функции. Мы можем посмотреть, что выведет нам функция counter. Мы получим ошибку unbound local error, так как переменная нам ссылается прежде, чем она будет назначена в самой функции. При этом, если мы объявим нам как non-local, то функция будет работать.